Ребята, мы успели в прошлый раз проговорить разные способы, разные способы анализа больших систем, вот эти, модульный, по данным, по обмену информации между модулями и структурами данных, по внешнему, по внешнему, да, внешним форматам и протоколам, формат данных на диске, формат данных на, для сетевого ввода-вывода и жизненный цикл запроса. Жизненный цикл запроса, соответственно, приведен на этом слайде. Давайте прочитаем и чуть-чуть поговорим про то, что каждый из этих пунктов обозначает и вообще, куда он может развиваться. Вот смотрите, есть стандартные запросы, классические, вы что-то набрали на терминале, это отправилось, обработался результат, вы получили ответ. Это, там, простейшая задача, там, получение запроса от клиента. Ну, реально у вас может быть разный транспорт, да, то есть это TCP, IP сегодня повсеместно, но в целом потенциально это может быть любой другой транспорт, там, те же Unix, сокеты. У вас может быть разные протоколы взаимодействия в плане, какого рода протоколы? Это, есть шифрование, нет шифрования, да? Как пример, значит, у вас может быть разный вид транспорта, асинхронный? Синхронный, как классическая тема, то, что сейчас большинство систем, они мультиплексируют вот выводы, да? Понимаете, о чем речь пока или не особо? Мультиплексирование вывода вывода не особо. Ну, смысл в том, что в целом одно и то же соединение может использоваться для, как для, там, одного запроса последовательно, то есть есть сессионный тип соединения, да, это телефонная линия, и есть в том числе и в СУБД, те же принципы, что в TCP, IP, да, то есть одно и то же соединение может использоваться для того, чтобы посылать и получать ответы на множество запросов сразу, мультиплексирование. Да? Нет? Да. Значит, парсер. Про теорию компиляции у вас отдельный курс, поэтому здесь лишь два слова. Парсер высокоуровнево состоит из токенизатора. Это подсистема, которая разбирает входной поток и создает из него логические символы, так или иначе, да, то есть это какие принципиально логические символы? Ключевые слова, идентификаторы, операторы и тому подобные штуки, да? Вот. И вторая история — это грамматический анализатор, который уже из потока токенов создает так называемое синтаксическое дерево. Синтаксическое дерево я вам привел в предыдущий раз. Это пример того, как синтаксическое дерево может выглядеть для SQL-запроса. Соответственно, что приятно про SQL в отношении парсинга, я не помню, вы говорили об этом раньше или нет, это то, что стандартная грамматика — это в массе своей LR1 грамматика. То есть это достаточно простая грамматика для разбора. Что такое LR1, опять же, право-рекурсивная с глубиной разбора 1. Да? Вот. Значит, соответственно, может быть множество анализаторов для нее написано. Я не знаю, писали вы или нет. Сами. Кто писал там? Кому приходилось простым рекурсивным спуском писать анализаторы таких вот искусственных языков? Нет. Да. Тоже да. А вам нет. Ну, если калькулятор считается, то да. Что? Калькулятор, если считается. А, ну, калькулятор, да. У вас на первом курсе или на втором? Ну, это вот у меня как-то, да. То есть вы делали в польскую аннотацию, переводили вот это вот вся ерунда? Ну, там совсем как бы просто, да. Ну, вот в этом смысле, смотрите, SQL прекрасен тем, что он практически не имеет разночтения. То есть там очень интересно, не обращаясь на это сначала внимания, там любой оператор, он начинает со своего ключевого слова. То есть вот select — это всегда чтение, да. Вот. Для любого другого, там, практически что вы не возьмете, любая команда в SQL — это свое ключевое слово. Есть одно только ключевое слово, которое имеет потенциальное ambiguity — это begin. Вот. Причем на этот счет, значит, ну, то есть если перечитать все ключевые слова, которые может стартовать statement в SQL, это select, insert, update, delete, да, вот такой crude, так называемый, да. Crude расшифровывается как create, read, что-то там, e, edit, edit, а, update, delete. Вот. Ну, то есть crude иногда такого рода набор запросов, select, insert, update, delete называют. Иногда dml, data manipulation language, тоже встретится с аббревиатурой. Дальше что? Запросы по работе со схемой, помните мы с вами, да, create, drop, alter, alter, точнее, да. Alter — это модификация, модификация уже существующего объекта в схеме. То есть, по сути, это апдейт для alter, апдейт для definition какого-то объекта, да. И вот если взять там разные виды объектов в SQL, какие, кстати, знаете объекты в SQL? Тип объектов, схемы. Таблицы. Один тип объектов схемы. Еще какие бывают? Что? Сама база данных, база данных. На самом деле стандарт SQL не имеет понятия база данных, он имеет понятие каталог. Но фактически это синонимичное понятие, просто вы будете встречаться, если будете работать с дебетой, это каталог. Что еще? Таблицы. Больше ни с чем не работали, да? Ну вот давайте расширим хотя бы в этом кругозор. Знаете, что такое views? Представление? Нет. Нет. Смотрите. Это такая простая идея, когда вот есть какой-то сложный select, там он работает с разными таблицами и так далее. Вот. Развесистая там у него where-клауза. И мы берем этот select, сохраняем. С учетом основных принципов революционной алгебры у нас результатом select является тоже таблица, да? Ну, логически. Он делает некий relation для нас. И мы этот definition сохраняем, и у нас получается view. Это называется view в терминах SQL. В целом, эта штука удобная, мы можем отдельно. То есть вам нужен просто курс по SQL, ребят, давайте серьезно. То есть вот я даже не знаю, что нам делать с Гошей сейчас. Видимо, со следующего занятия надо просто так немножко запивотить этот курс и поработать с SQL немножко, чтобы вы основные концепции изучили. Ну, вот идея view, она такая, что вы можете это сохранить и в дальнейшем к этому обращаться многократно. Приятно чем? Можно определить свои права доступа к этой штуке, да? То есть у человека нет доступа к каким-то низкоуровневым таблицам, есть доступ только к высокоуровням, к представлениям. То же самое через view, допустим, можно запретить обновления, то есть у него есть доступ только на чтение к этому, ну, это логическая таблица, логическое представление и так далее. То есть таблица views, дальше есть объекты в СУБД, это констрейнты, да? Констрейнты, ограничения целостности. То есть это, допустим, ну, ограничения какого рода, самые разные, да? То, что, допустим, в строках данной таблицы там сумма вот там столбца или, я не знаю, я не знаю, столбец того, он, соответственно, содержит того, да, как должен содержать, как пример, да? Или что поле номер паспорта, оно удовлетворяет определенным правилам форматно-логического контроля, да? То есть оно там имеет цифры, там, пробелы в нужных местах, тире и так далее. Вот такие вот ограничения можно создавать. Эти ограничения — это именованные объекты в СУБД, их можно отдельно создавать. То есть, возвращаясь к ключевым словам, это create, drop, alter. Drop. Alter, drop, create. Alter — это как-то апдейт для, значит, вот. Соответственно, триггеры. Триггеры — это хранимые программы, которые выполняются по определенным событиям в СУБД. Это хранимые функции, то есть это функция, то есть у нас есть не только декларативный язык, у нас есть еще и обычный императивный язык в стандартной СУБД, с помощью которого можно создавать разного рода там маленькие программки или не очень маленькие, но чаще маленькие, ну, в императивном стиле. И в дальнейшем использовать их, например, в запросах. Это функции, это хранимые процедуры. Вот это такие базовые объекты СУБД. Также есть объект СУБД пользователей, роли, да, пользователей. Понятно, что такое пользователь, такое роли, да? Нет, не особо. В контексте СУБД есть своя абсолютная система привилегий, определенные стандарты. То есть можно создать пользователей СУБД, дать ему права, например, на чтение или запись того или иного объекта, как в операционной системе. То есть есть права операционной системы, есть права СУБД, а не внутри СУБД. Вот, иногда, как бы, есть возможность интеграции пользователей СУБД, то есть учетных записей, допустим, с системой централизованной хранения учетных записей. Active Directory, там, LDAP и так далее, и так далее, и подобные системы, да? Когда пользователь заводится одноразово, он используется и для операционной системы, и для СУБД. Такое тоже возможно. Но там внутри свои пользователи. Значит, вот смотрите, вот прикол в том, что, к чему я все это, что у нас для любого объекта одни и те же ключевые слова, ну, для любого объекта, по сути, для каждой операции одни и те же ключевые слова. То есть у нас есть дроп, допустим, и дроп следующий с точки зрения парсинга будет там дроп тейбл, да, следующее ключевое слово будет тейбл. Дальше там будет дроп пью, дроп триггер. То есть, ну, смысл такой, так язык построен. Ему кучу времени, он был построен очень просто в этом смысле. Вот есть одно единственное слово, которое приводит к ambiguity. То есть ambiguity — это что? Это неоднозначность в грамматике. То есть непонятно, что begin значит. Begin может означать begin transaction. То есть давайте начнем transaction. А может означать begin для так называемого PL SQL, ну, или SQL PSM блока. То есть это begin, ну, для хранимой процедуры. Вот вместо там все скобочки фигурные используются. А в SQL используются слова begin и end. Как в… где еще? Как в basic, по-моему, да? И в каболе. И в Pascal. И вообще, если вы посмотрите на эту историю, то SQL наследует из одного корня, что из Pascal. Это прямой наследник Ады, а Ада — это наследник модулы, как и Pascal — наследник модулы. Вам еще, дедушки, рассказывали эту историю? Вот когда я учился, нам еще рассказывали генеалогию языков программирования. Но вы уже, наверное, не знаете, что такое модулы, да? На первом курсе, рассказывали. На первом курсе, да? Ну вот SQL — это наследник таким образом, родственник Pascal, наследник Ады, а та — наследник модулы. Вот общий предок. Значит, парсер. Мы об этом поговорили. Пример. Всегда, когда я рассказываю про парсера, хочу провести два проекта. MySQL и SQLite. SQLite — это самая популярная база данных в мире, да? Знаете, что это такое, нет? Никогда не слышали. Слышали про SQLite. Чувак, причем автор просто чумовой. Все, что он делает, он дает бесплатно. И живет он на то, что несколько компаний, такие как Nokia, Microsoft, собрались и создали SQLite Foundation, и ему просто кидают денег. Вот, просто чтобы он был. Вот такая бизнес-модель у проекта. У проекта 5 миллиардов инсталляций, по-моему. Сейчас. Нет, больше. Больше. По-моему, 400 миллиардов. 400 миллиардов — это… Смотрите, в каждом мобильном телефоне, неважно, это телефон от Google или телефон от Apple, есть SQLite. В Microsoft Windows есть SQLite. В Mac есть SQLite. В куче девайсов есть SQLite. Вот отсюда идет цифра. И как бы к вопросу о том, что мы изучаем. То есть база данных после операционных систем — это просто самый базовый компонент. SQLite — это самая популярная база данных в мире. Вот взять парсер SQLite. Там цель всегда была сделать embeddable database, то есть базу данных, которая была на очень маленьких девайсах. И в парсере SQLite, по-моему, 70 состояний конечного автомата. Ну, вы знаете принцип, которым построен разбор грамматик, да? Ну, кто-то из вас знает. Вот. Соответственно, там это все 7 из состояния конечного автомата. У MySQL'ного парсера, по-моему, чуть ли не 70 тысяч. То есть, ну, я вру, короче, там, может быть, у MySQL'ного точно тысячи, а там точно десятки или сотни. То есть, разница в нескольких порядках идет за счет того, что SQLite'ный парсер нацелен именно на реализацию такого небольшого… У него нет, как сказать, расширений относительно стандарта. То есть, там крайне мало расширений стандарта, и эти расширения крайне аккуратно закодированы в язык. А MySQL, соответственно, в свое время пытался эмулировать, поддерживать множество разных грамматик. И вот есть, если говорить о грамматике языка, то есть некая стандартная грамматика, которая прописана в ANSI. Она достаточно цельная. То есть, она не содержит таких вот, ну, ambiguities. А если смотреть на вендоров, которые добавляют свое расширение, это вообще будет ад и кошмар. То есть, в этом смысле отдельная интересная тема, как бы, что такое SQL. Потому что есть ANSI SQL, а есть SQL вендорский. Вот можно этому посвятить еще отдельную тему. Дальше парсер создает, значит, такое вот дерево. Да, я про это все проговорил, уже второй раз говорю. И вот здесь я утверждаю, что обычно, значит, сейчас, секунду. Секунду. Вот, обычно наступает вот эта фаза, фаза rule-based optimizations. Смотрите. Вот, я уже говорил в предыдущий раз, но давайте у нас будет какое-то осознание еще раз, что с УБД, в отличие от стандартной компилируемой программы, работает вот, когда она компилирует тот или иной запрос, фазы компиляции недостаточно, потому что в самой программе, в тексте программы, не содержится контекст, который необходим для ее компиляции. Контекстом компиляции является сама база данных, то есть схема данных. Понятная, да, история? То есть, если мы берем обычную там программку там на C, мы ее компилируем, она сама по себе определяет всю свою семантику. Семантика там SQL-инговой программы определяется той схемой, с которой она работает, то есть как то, как она будет выполняться. Поэтому чаще всего компиляцию SQL-инговых запросов делят на две фазы. Ту фазу, которую можно сделать без схемы, и ту фазу, которую нужно делать обязательно со схемой. Вот, зачем выделять эту отдельную фазу? Почему бы просто не взять и все делать вместе со схемой? Давайте я вас помучаю чуть-чуть. Давайте, какие вы предположения? Я говорил на самом деле в прошлый раз чуть-чуть, но вот зачем выделять две фазы? Не взяли просто сразу там вот, ну что такое схема? Это то, какие таблицы, пользователи, привилегии, и все такое есть в базе данных. Констрейнты, вся эта информация. Почему прямо во время, ну, не объединить все фазы в одну и вот сразу начать пользоваться этой информацией? Потому что там, например, несколько идет этих пользователей. То есть наша задача сократить окно, сократить окно доступа к разделяемому ресурсу максимально. Вот, потому что как только мы начали пользоваться этим разделяемым ресурсом, мы его должны каким-то образом заблокировать, то есть на модификации или еще на что-то. Вот, соответственно, поэтому выделяют отдельную фазу rule-based optimizations. Значит, в целом, вот если вы пойдете на курс Кирилла, там целый ряд оптимизаций можно сделать без доступа к схеме. И так называемое приведение к SSSO, Single Static Assignment Form, SSA. Статик, как-то так это называется. Ну, короче, это оттуда, вот там, значит, вам рассказывали более подробнее, что это такое. Но давайте разберем на одном примере. Вот у нас есть запрос там, у нас есть запрос Select, тут какие-то поля, Chrome, тут какие-то таблицы, T1. И дальше самое вкусное Where Clause, да, то есть правила фильтрации Where. Where Clause, где мы говорим, что там, допустим, T1, там, A equals T2, A. Ну, например, да? Вот, and, допустим, T1, A equals 3. Как пример. Да? То есть вот смотрите, что по этому запросу уже видно, что если T1, A equals 3, а T1, A equals T2, A, то T2, A тоже equals 3. Да? То есть мы можем, это называется Constant Propagation. Ну, правило оптимизации, пропагация, распространение констант. Или, допустим, мы можем написать вот это все и сюда поставить Double Node. Вот, ну, Double Node, очевидно, что можно как бы negation сделать, да, этого Double Node. То есть он, ну, как бы не negation, а просто вы выключите вообще из запроса, да. То есть у нас есть какое-то синтаксическое дерево. В этом синтаксическом дереве будет фактически вот для такого выражения сначала один узел нод, потом у него ребенком будет, допустим, and, оператор. Ну, в порядке приоритетов, понятно, да? Супер. Мне нравится. Мне нравится, что мы начинаем понимать, что я от вас жду. Значит, and здесь будет сидеть как нода, и тут equals будет сидеть как нода, а здесь уже будут какие-то геттеры сидеть как ноды, да. Вот. Вот у нас два equals, вот этот equals и вот этот equals. Соответственно, ну, вот можно вырубить вот это все. То есть вот такого рода правила, но они касаются не только where клауза, то они касаются и from клауза, вот, и select листа. То есть найти какие-то вещи, которые пользователи, привести к какому-то запросу к какому-то канонической форме, убрать из него весь мусор. Вот это rule-based optimizations. Хотя еще, значит… Окей. Сам термин, на самом деле, идет из истории следующей, что… Почему вообще называется rule-based? Потому что в свое время, по-моему, я не знаю, если вы знаете историю Oracle или нет. Oracle, первая версия базы данных, которая вообще увидела свет, это была Oracle 2. То есть они начали со второй версии. А потом достаточно быстро они добрались до Oracle 6. То есть вот, я не знаю, за несколько лет. И, значит, на тот момент, на тот момент состояния индустрии, при оптимизации уже дальнейших запросов, не использовалась статистика о распределении данных по таблицам. Либо если она использовалась, то она использовалась фрагментарно в небольшом числе продуктов. То есть, грубо говоря, был некий канонический способ выполнения запроса, о котором мы сейчас поговорим, так называемый вулкане, да, вулкан. Еще иногда это называют… Вообще формально это nested loop называется алгоритм, вот, вложенные циклы выполнения. И вот к этому каноническому алгоритму любой запрос приводился и выполнялся. И для того, чтобы как-то оптимизировать эту тему, используются только какие-то эвристики, вот, и так далее. И Oracle в первый раз в маркетинге ввел понятие cost-based optimization. То есть оптимизация на основе стоимости выполнения. Вот. И отсюда уже возникло, значит, уже как антоним… ну, как не антоним, а как противопоставление rule-based. Что вот у всех только rule-based, а у нас еще cost-based. Значит, дальше возникает чтение метаданных. Соответственно, в этот момент мы берем первые блокировки. Тут же мы уже проверяем те самые права доступа, которых вы до сегодняшней встречи не знали, да, вы не знали, что у вас данных есть свои пользователи. Почему право доступа называется ACL, АКЛ еще? Access Control Lists, да? То есть вот тут тоже, как бы, очень интересная история, что в базе данных есть практически кусочек всего, да? То есть есть и модель определенной безопасности. Эта модель сама по себе очень интересная, можно рассматривать отдельно. Там, допустим, есть понятие definer объекта, то есть владелец объекта. Владелец объекта является его создателем. Значит, после этого строится план на основе уже каких-то статистик, оптимизация плана, выполнение ответа. Значит, это мы разбирали. Значит, давайте немножечко, да, вот эту картинку тоже немножко проговорим. Значит, тут у нас есть вот эти шаги, шаги, значит, на этой диаграмме, они взяты из Ульмана, Гарсии, Малины и Аха. Книги Database Systems и Complete Book, часть нашего курса. Кстати, а чего вы ходите на лекции, прочитайте просто эту книгу? Серьезно, она вот такая. Ну, правда. Вы, кстати, смотрели мой видос? Да. А есть вопросы вообще? Вот посмотрели видос, вот, ну, ничего не понятно, от фазы ничего не понятно, к фазе что-то непонятно, надо перейти. Ну, вот мы там говорим, что в этой ситуации складывается просто функциональные языки программирования, где используются и как-то... То есть, select — это и есть функциональный язык программирования, по сути. Есть, все языки можно размести, разделить на декларативный и императивный. Да, вот select — это декларативный язык, потому что он определяет то, каким должен быть результат, а не то, какие шаги нужны для того, чтобы его выполнить. Понимаете? А императивный язык, который есть в базе данных, это так называемый язык SQL-PSM. Это Persistent Storing Modules, расшифровка. Иногда называют PL-SQL Procedural Language SQL. PL-SQL. PL-SQL. Procedural — это и есть императивный, да, на нашей, по-русски. И PL-SQL термин идет от Oracle, потому что это бренд Oracle, зарегистрированная торговая марка. Oracle, но вообще строгое название стандарта — Persistent Storing Modules. Persistent — это что значит? Или Procedural Storing Modules. Как-то так. Сейчас надо погуглить. Вот. Ну, кто-то может погуглить, как расшифровывается PSM? Или я погуглю, но мне придется тогда экран на это самое. SQL-PSM расшифровка, нужно что-то такое найти. Вот. То есть, вот смотрите, как выглядит, допустим, SQL-PSM. Что вы можете сделать? Как вы можете это сочетать? Persistent Storing Modules. То есть, я правильно расшифровал. Смотрите, вот у вас, допустим, есть таблица, да, T1. У вас есть императивный язык запросов, который говорит, дай мне все записи с T1, удовлетворяющие определенному критерию. Это простейший подбор, да. Но если вы почитаете какие-то книги, посвященные тому, грубо говоря, аналитике на SQL, то вы можете практически все сделать с помощью сиквельных операторов. То есть, вплоть до того, что там можете в Go играть. Но, значит, вот допустим, у вас есть просто Select. Теперь вы говорите, я хочу для каждой строки этого Select выполнить какую-то функцию. У вас есть два способа это сделать. Первый способ — это написать что-нибудь вроде, там, ну, какая функция, которая, допустим, что-то меняет, да, меняет данные. Вы можете сказать Update, да, Update T1, наша таблица, where, блин, что же мне такое, where, значит, и здесь вы можете определить, что именно вы обновляете. Вы обновляете, допустим, where, там, A, in, и здесь у вас критерий поиска, in Select, да. То есть, вы говорите, обнови мне такие строки в T1, которые находятся в этом множестве. В этом множестве вы определяете произвольный критерий, да, уже поиска. А здесь вы говорите Set, Set и, допустим, B equals, ну, то есть, допустим, повысить зарплату всем сотрудникам, которые, там, добыли больше, чем 10 тонн угля. Вот так это может выглядеть, да. Set beer equals B умножить 1.1, да, на 10% мы повысили зарплату. Вот это, значит, декларативный стиль, потому что мы здесь фактически не указываем sub-ud в каком порядке, как что делать. То же самое можно переписать в оперативном стиле, написать небольшую выхранимую процедуру, сказать, там, begin. Да, что занятно про SQL PSM, он такой олдскульный, там нельзя использовать, он строго типизированный, там нельзя, все перемены должны быть определены, они определяются в начале блока. То есть, там, после begin идет, так называемый, declare-блок, в котором вы объявляете перемены. Там declare, ну, в других языках используется слово ключевое, let, да, как более эффективное, local, что еще мы знаем, какие еще ключевые слова. Ну, здесь declare, declare, вы пишете, там, название перемены, ее тип, так, всем же успехом вы можете задекларировать так называемый курсор. Курсор — это такая переменная, которая указывает на таблицу или на результат вычисления запроса. Деклар, там, A, вот здесь вот в типе, там, C, вы пишете, что это курсор. Потом запускается цикл for each, там, for, там, там, ну, пока я сейчас, я ненавижу эту грамматику, я ее не помню. Я терпеть не могу plsql, и вообще никто его терпеть не может, потому что он похож на аду. Вот, все уже давно программируют на Java, просто внутри хранимых, внутри баз данных. Ну, вот стандартный язык такой, for. И дальше для каждой строки из этого курсора, там, fetch, вы говорите, что зафетчили эту строку. fetch c, intu, и в другую переменную, intu, там, d, да, там, или tapple. Да, что прикольно, в этом императивном языке можно объявлять не переменные типа строка. Вот, можно, как бы, вплоть до того, что можно объявлять переменные типа таблицы, да, то есть, вот, как бы, он увязывает реляционную алгебру, и дальше, там, update, уже, и end. То есть, вы явно задекларировали этот цикл. И, в принципе, для парсера, возвращаясь, это сложность. И когда мы говорим о сиквельном оптимизаторе, то оптимизатор, естественно, он состоит из двух частей. Первый оптимизатор, он оптимизирует внутренние, ну, кишки декларативного языка, а второй оптимизатор, он оптимизирует стандартную императивную штуку. То есть, здесь есть всякие, всякие техники по, там, классические техники оптимизации, которые используются для декларативных языков. Понятно, да? В том числе до раскрытия, там, циклов может использоваться. И, опять же, если вы посмотрите тренда сейчас, тренд такой, что все это вообще в ассемблерный код джетится. То есть, в конечном итоге оптимизатор доводит до того, что он just-in-time создает программу на машинном языке. Понятно, почему и то, и то, да? Окей. Значит, ну вот сейчас мы говорим просто про оптимизатор декларативный, селек запросов. Это отдельная одища. Вот я как бы пытаюсь обознать проблему. Значит, Смотрите, вот здесь вот утверждается, что, это, опять же, взята из Ульмана, следующая диаграмма, что классические шаги построения плана выполнения запроса, они так или иначе на всех этапах работают с Expression 3. То есть, вот это вот такая вот картинка, которая так или иначе трансформируется на разных фазах. Вообще, вот мне кажется, нам стоит об этом, так сказать, знать, несмотря на то, что мы не знаем вообще больше ничего про то, что там есть. Это то, что в разных базах данных используются разные подходы к представлению, значит, на разных этапах оптимизации, как внутреннем представлении. Вообще, если вы посмотрите такие вот дебаты среди построителей компиляторов, у них они постоянно возникают. Это, значит, и в чем суть дебатов? Это какое представление использовать для промежуточных представлений программы. Сегодня, если вы посмотрите на LLVM, то там есть два представления. Это, грубо говоря, так называемый ER, Intermediate Representation. Есть некий стандартизованный ER, Intermediate Representation, в который LLVM, кто знает этот проект LLVM? LLVM, нет? Вообще, да, надо, да. Вот, это компиляторы, семейство компиляторов и Just-in-Time интерпретаторов, которые были созданы в компании Apple, значит, для множества языков программирования. Вот, как ни странно, это что-то, что фактически убивает GCC на сегодня, да, то есть это, вот если вы, вот Кирилл, который у нас преподает компиляторы, он из GCC Team из Intel бывшего. То есть сейчас, я не знаю, где сейчас GCC Team, но когда GCC Team был в Москве, то есть Intel один из крупнейших контрибьюторов в GCC и в LLVM в том числе, да. То есть во все открытые компиляторы Intel много контрибьютит. Все новые инструкции, новых процессоров, хитрые оптимизации, сопроцессор там и так далее, все это нужно как бы развивать. И вот фактически вот это вот LLVM в свое время был пионером того, что они создали какое-то вменяемое внутреннее представление, промежуточное представление, позволив использовать всю инфраструктуру компилятора для любого произвольного фактически языка, который потом создает вот это внутреннее представление, и потом отдельно для этого внутреннего представления работает уже условно веб-бэкэнд, который создает машину, ну машинную программу для разных архитектур. Для, значит, настоящих компиляторов, не компиляторов баз данных, я не считаю компиляторов настоящих, но будем такой термин использовать. Очень важно еще иметь это внутреннее промежуточное представление, потому что в конечном итоге хочется, чтобы какая-то простая система уже создавала программы для конкретной архитектуры. То есть у нас разветвление еще на уровне архитектуры идет, да? У нас здесь множество языков программирования входных, которые хочется все покрыть одним семейством компиляторов, а здесь множество архитектур. Вот поэтому промежуточное представление очень важно. При этом промежуточное представление в императивных языках программирования, оно также представляет из себя некую последовательность операций. Практически, ну, я не знаю, с какого-то этапа, там часто много промежуточных представлений, все равно синтаксическое дерево, оно это дерево. В какой-то момент у нас появляется не дерево, а, грубо говоря, программа или последовательность операторов. Вот для баз данных есть кейсы, когда деревянная структура сохраняется вплоть до выполнения. Важный момент. Вот помните, я начал говорить про SQLite. Опять же, различие. SQLite использует промежуточное представление, как называемое virtual database engine, в котором последовательно инструкции идут. То есть, это инструкция из серии. Открой таблицу, извлеки из таблицы одну строку, сравни строку с критерием поиска. Есть ли критерий поиска, есть ли сравнение, то есть, опять же, if statement, есть ли результат сравнения такой, то выплюнуть строку в stdout. А промежуточное представление в виде дерева будет делать то же самое, но содержать оно будет другие конструкции. То есть, это будет конструкция stdout, у которой будет конструкция курсор, у которой будет конструкция where-клауза. И оно вот таким вот образом при выполнении запроса, там, мы будем вот на верхний узел вызывать функцию execute. Функция execute верхнего узла будет вызывать execute дочерним узлам, применять свое критерий, да, то есть, вот оно вот так вот будет выполняться. Не последовательно, а сверху вниз. Понятно, да? То есть, наоборот, по принципу снизу вверх. Вот. Соответственно, преимущественные достатки этих подходов следующие. Иерархическую структуру удобнее трансформировать именно с точки зрения таких вот макротрансформаций. Допустим, мы можем взять и целую таблицу из нее вырубить. Или заменить таблицу каким-то под деревом очень легко, подставить это в под дерево, да? То есть, у нас, вот представьте, что у нас view. Вот. Простейший пример — это выполнение запроса, содержащего view. Смотрите, вот у нас есть view, да, то есть, у нас есть верхняя нода — это select. Значит, промежуточные ноды у нас будут select — это t1, это t2. Это какой-то фильтр на t1, там equals какой-то, да? Ну, там я варклаза пропустил. Значит, здесь equals на t2, какой-то тоже фильтр, да? Теперь, когда мы просто запрос написали, мы еще не знаем, что t2 — это view. То есть, этим как бы вьюхи прекрасны, что они в том же пространстве имен, что и таблицы, они с точки зрения языка запросов ничем от таблиц не отличаются, да? То есть, вот эта штука может оказаться вьюхой. Мы открыли системный каталог, смотрим, это вьюха. Что нам нужно сделать? Нам нужно просто эту ноду заменить на все поддерево, которое связано с вьюхой. Правильно? Вот, то есть, у нас здесь появляется такое как бы поддерево отдельное. Вот, мы подставляем, значит, сюда придумываем, вот это вот чаще всего мы добавляем в низ этого поддерева, вот этот критерий поиска. И у нас очень легкая трансформация с точки зрения дерева. Вот, представьте себе, что мы создали некий план запроса, где у нас есть fetch, там, открыть. У нас сразу нужно выкидывать целый ряд инструкций, потому что они больше не применимы к вьюхам. Там, вьюху нельзя открыть, открыть можно таблицу. Ну, открыть таблицу — это спозиционировать курсор на начало файла. В этом смысле открыть, как открыть файл. Вот, да, я уже вам рассказал, какие бывают принципы rule-based optimization. Вот, я единственное, что не указал, это вот, что тоже важная история. Чаще всего для дальнейшего анализа фильтры приводят к какой-то нормальной форме, конъективной или дезинктивной нормальной форме. Вы знаете, что это такое, да? Кто-то знает, кто-то уже продолбал, да? То есть, вот, ну, это из, по-моему, это из дискры. У вас должно было быть это на дискре, что, значит, у вас любое логическое выражение, абсолютно любое, можно представить, там, оно может иметь какие угодно уровни вложности, там, a, n, b, or, c, вот что-нибудь такое, да, навороченное. Вы можете привести к последовательности разделенной простейших выражений, значит, которые будут разделенных, то есть убрать, во-первых, все скобочки, во-вторых, убрать все двойные нот или заменить нот на равно-неравно. То есть, здесь у вас будет end. То есть, любое выражение приворизовать в такой вот цепочке end-ов, это называется конъюнкт, да, или цепочки оров, это будет называться дезинктивной нормальной формы, да. Оно приводится просто к нормальной или оно еще минимализируется? Что-что? Оно приводится просто к нормальной или обязательной минимализации? Обязательно, я не расслышал. Еще раз, вот это последнее слово, нервы разберу. Минимальная. А, минимальная? Значит, к минимальной, да, приводится чаще всего. Это тоже важно для того, чтобы, опять же, сократить execution time, потому что в R-клаузе, это как бы фильтр, он вычисляется на каждую строку, в таблице может быть миллионы строк, и эта программа вычисляется миллион там раз. Вот, просто этот вопрос именно на это, вот возвращаясь к этому, к этому слайду, у нас может быть в какой-то момент трансформация от план 3 к, допустим, к последовательности инструкций. И конкретно вот эта оптимизация, она может быть отложена на уже оптимизатор, который направляется на инструкции. Если возвращаться к дихотомии вообще с OBD, то у Oracle виртуальная машина, у SQLite виртуальная машина, у MySQL и Postgres, да, у Postgres, я даже не знаю, про Postgres я не скажу, насколько я знаю, там дерево до последней фазы используется, что-то вроде дерева. Вот, и у MySQL дерево, то есть там нет этой виртуальной машины. То есть в конечном итоге, сейчас поговорим, как вулкан работает, поймем, как именно дерево эволуитится в конечном итоге. Да, вот что мы подгружаем из метаданных? Типы данных. SQLite — строго диппизированный язык. Если вы здесь написали A равно A плюс 1, с точки зрения синтаксиса это абсолютно корректно, но если A — это data, это тоже работает для даты, да, для строки уже нет, понятно, да? Или если A — это blob, то это вообще не работает, ну, вообще никак. Ну, вот такие вот истории. Типы данных, которые в SQL есть, базовые, это integer, понятное дело, строка. Строки там разные. Разные ограничения длины, может быть, у строки. Data, время. Еще прикол — data с текущим timezone. То есть это data, которая сохраняет timezone, в которой она сохранена. И то же самое строка, она сохраняет так называемый collation. Collation — это правило, это включает в себя как кодировку, так и правило сравнения. Вы знаете, что в этом смысле SQL отличается от языков программирования, он на это очень богат, потому что он хранит данные. Вот всякие такие штуки SQL очень любит. Вы понимаете, знаете историю с тем, что... Что такое кодировки, знаете, да? А что такое character set, знаете? Чем кодировка отличается от character set? Encoding и character set. В чем разница? Нет, тоже нет. ДЗ почитать. Чем энкодинг отличается? Я в двух словах скажу, но это просто нужно осознать, потому что это просто расширяет границы нашего мира знания. То есть вот смотрите, у нас есть в первую очередь множество алфавитов. Начиная от древнеегипетского, где алфавит, он символьный, но он не иероглифный. То есть какие там используются символы? Может используется человек, может используется какой-то водонос, может используется какой-то там, этот самый, как они называли, телеги скоростные, черед по-английски, а по-русски? Колесница. Колесница. Вид алфавита, да? Вот алфавитный символ колесница. Или второй алфавитный символ колесницы со всадником. Это другой алфавитный символ. То есть это вот, да, китайский, там множество иероглифов, 60 тысяч. Значит, все вроде пока просто, да? Теперь, значит, латиница, чем прикольная, да? То есть там это один из первых алфавитов, у которых есть и гласные, и согласные. Вот, значит, но тоже все пока четко. Один символ, одна позиция на экране, просто зарисованы и так далее. Например, арабская вязь, чем прикольно? Ты можешь, когда у тебя там появляются так называемые контракшнс, то есть ты два символа вместе, если встречаются, то ты рисуешь третий символ, который занимает полтора размера от этих двух, да? Это вот как, то есть у нас есть, у нас получается, что у нас есть, во-первых, алфавиты, во-вторых, их представление на экране — это не одно и то же, потому что представление на экране зависит от того, какая последовательность символа алфавита, да? Вот алфавиты мы можем по-разному, соответственно, закодировать. То есть character set таким образом определяет все множество алфавитов. Сейчас, значит, основной character set, который мы, так сказать, применяем, это unicode, да? Unicode есть базовый, 65 тысяч символов, есть расширенный, там 32 биты, соответственно, там в общей сложности несколько миллионов символов. Чтобы вы понимали, что последнее действие, да, это добавление в unicode таких символов, как смайлики, презерватив, вы знаете это, да? Что к презервативу добавлен стандартный набор символов unicode. Это алфавит тоже, смотрите, презерватив, буква A, да? Одно и то же, чтобы это, да? Вот так сейчас мир смотрит на эти вещи. Значит, что происходит дальше? Помимо алфавита есть так называемый способ этот алфавит представить. Это уже encoding. То есть это когда мы берем каждому символу алфавита, назначаем это число. Какое-то, допустим, A это там воски, базовые кодировки стандартные. А это будет, допустим, 65. Ну, я не помню точно, но где-то так. Вот. Соответственно, другой способ там A назначить там что угодно, да? Вот. После того, как мы назначили число, следующий этап мы назначаем, значит, то, как мы это число представляем в бинарном представлении. То есть мы можем сказать, что мы любое число представляем четырьмя байтами. Это так называемый UTF, Unicode, что такое UTF, не помню, 32, да? 32 бита. То есть мы пишем сюда три нулевых байта, сюда пишем байт 65. Мы можем сказать, что мы представляем это каким-то вариативным способом. То есть если там символ в первые 255, то мы отводим по нему один байт. Если он больше 255, его encoding, то ему отводим 2 байта и так далее, да? Это encoding. Теперь появляется другая история, что, соответственно, у одной и той же последовательности символов могут быть разные правила сравнения. Вот, например, Германия и Австрия, они имеют разные правила расположения в телефонной книге для допелес. Допелес? Да? Вот такая вот хрень немецкая. Вот. Это типа… Нет, это допелес. Потому что если… Это большая буква, а если в маленькой, то она пишется как 2s. То есть еще прикол, да? В чем? Аперкейс и ловеркейс, они продуцируют разное количество символов. Ну, для русского это невозможно представить. Поэтому я говорю, это нужно расширить немножко сознание. Для некоторых слов, для некоторых букв, например, в разных алфавитах нет апперкейса вообще. То есть эта буква встречается только в ловеркейсе или наоборот. Вот это всякие такие штуки. Значит, поэтому в сиквеле можно указать для любой строки ее так называемый коллейшн. А коллейшн в себя включает как алфавит, так… То есть множество допустимых символов этой строки, так и правила ее сравнения. Понятно, да? Вот. Причем большим прорывом цивилизационным является в том, что у нас сейчас комитет по стандартизации создал некий стандартный коллейшн, который позволяет сравнивать все символы друг с другом. Что в целом достаточно абсурдно, потому что, ну, как бы, ну, как можно сравнить, я не знаю. То есть, грубо говоря, вот я беру одну и ту же строку, да, если я нахожусь в Германии с этой строкой, я должен ее одним способом сравнивать. А если я переехал в Австрию, я должен другим сравнивать. То есть способ сравнения зависит от территории. Они сказали, не нахрен всю эту, значит, историю, у нас есть стандартный способ сравнения, который не зависит от территории, работает для всего мира. Вот. Это так называемый стандартный способ сравнения Unicode. Вот это большое достижение последних 10 лет, он появился. И поэтому фактически весь веб сейчас уходит в Unicode, и вы, наверное, уже не знаете про все это многообразие, все это чухни. Вот, соответственно, главное, что, чем нужно запомнить, это то, что типы данных в SQL довольно сложные. И SQL — это строго типизированный язык. Поэтому часть работы компилятора SQL — это статический анализ типов, так называемый, да? То есть проверить, что при работе программы не нарушается целостность типов, ограничение типов. Мы не пытаемся к числу прибавить строку, к строке в одной кодировке прибавить строку к другой кодировке, и тому подобные штуки. Вот. И это берется информацией из каталога. Соответственно, ну, вот здесь мы об этом говорили еще в предыдущий раз. Про то, что такое вторичные ключи, мы также говорили в предыдущий раз. Значит, теперь посмотрим на простейший Select и про план его выполнения. Давайте чуть посложнее. Значит, мы в прошлый раз говорили, что фактически у нас здесь будет использоваться два B-дерева, да? Одно B-дерево — это так называемый драйвер, то B-дерево, в котором мы будем искать первичные ключи, а второе B-дерево — это содержащие values, сами строки базы данных, да? Да? Вот. Соответственно, как это выглядит с точки зрения, так сказать, конечного плана? У нас есть… план состоит из таких как бы кубиков. Вот если вернуться к деревянному представлению, вот этот кубик означает «выплюнь запрос пользователю», «выплюнь текущую строку пользователю», то есть «отошли ее к клиенту». Вот этот запрос, грубо говоря, означает «а больше или равно 3?» Да? Если «да», то сюда, если «нет», то в отвал строку. Да? Это фильтр. То есть заметьте, что в синтаксическом представлении у нас фильтры внизу оказываются, потому что в R-клаузе внизу, а в плане выполнения они оказываются, ну, в дереве, да, в таком вот логическом, они оказываются выше. Потом здесь этот запрос, значит… А, у нас не совсем такой будет план, потому что у нас же есть драйвер и не драйвер. Соответственно, вот это будет запрос «за фечи мне строку», «феч», «феч кубик». Вот этот запрос «а больше или равно 3?» А вот этот запрос — это так называемый «акцесс-метод». Это «прочитать следующую строку из индекса». Да? То есть мы создали такую конструкцию, и вот представим себе, что мы ее начинаем выполнять последовательно. Вот этот мы вызываем «экзекьют» на топ-левел-блоке. Топ-левел-блок, не имея своей текущей строки, которую он дает на выход, он говорит нижележащему блоку, «дай мне, пожалуйста, строку». Она не имеет этой строки, вызывает ниже. Здесь в конечном итоге мы доходим до индекса, читаем из индекса строку, которая… Индекс где-то позиционируется. Ну, мы предполагаем, что он позиционируется на тройке, да? Здесь мы делаем сравнение, строка пошла в отвал. Мы вот в этом цикле крутимся до тех пор, пока не найдем нужную строку. Нашли первую строку, отдали ее сюда. Здесь идет запрос в бодерево, соответствующий primary key. Получаем строку, отдаем выше. Вот эта вот вся история в целом, она называется вулкан. Принцип вулкана. То есть здесь у нас много строк, но до верха доходит немного. Потому что на каждом этапе в такого вот плана выполнения он выстроен таким образом, чтобы на каждом этапе выкидывать строки в отвал, да? А сюда доходят только те строки, которые уже нужно пользователю. Вот. Теперь это для одной таблицы, да? Значит, давайте, чтобы, так сказать, слайды не терять. Вот у нас есть некие примеры способов доступа. Мы уже разобрали, что если мы здесь… критерий фильтрации, он такой же, как это на первичный ключ, то мы можем, допустим, делать сразу доступ по первичному ключу. Если критерий фильтрации по какому-то из полей, по которому определен индекс, мы можем по вторичному ключу. Если индекса нету подходящего, мы итерируемся по первичному ключу. И это называется фуллскан, да? То есть мы просто фигачим все подряд и просто очень много уходит в отвал. Скипскан используется для запросов типа a, in, там, 5, 6, 8 и так далее. То есть мы перечисляем. В SQL есть оператор in, который позволяет задать несколько критерий в соответствии, да? Ну, то же самое можно представить a equals 5, or a equals 7, or a equals 8 и так далее. Мы же в R-клаузе можем это написать, да? В этом случае нам нужно применять так называемый скипскан. Значит, мы поговорили о том, что оценка стоимости, тот же самый фуллскан может быть дешевле, чем индекс скан в некоторых случаях. Понятно почему, да? Почему фуллскан может быть дешевле, чем индекс скан? Потому что мы можем считать блок большой, и в нем нету быстрее. Но у вас же идет затрата на чтение. Да, то есть если мы можем фуллсканом обойтись одним индексом, то мы фактически просто берем, табличка маленькая, состоит из нескольких блоков, мы эти блоки прочитали. У нас стоимость фильтрации в памяти, она очень низкая. Самая большая стоимость, это стоимость течения с диска, да? А если мы количество блоков в итоге индекс сканом прочитаем больше, ну как минимум два, например, то нам проще сделать фуллскан. Да? Ок, смотрите. Это важно в том смысле, что, значит, если говорить о стоимостьной модели выполнения, то большинство оптимизаторов, они оптимизируют вот это вот, IO. На сегодня это, ну, не самая правильная метрика, потому что IO в целом очень сложно посчитать сегодня. Вам Гоша рассказывал про пирамиду IO, да? То есть есть кэширование на всех уровнях. Вот когда вы говорите о чтении с диска, может, вы в кэш попали какого-то уровня. Вот, то есть вот эта модель древняя, она на сегодня практически во всем устарела. Ок? Ну, альтернативы ее я не знаю. Я не знаю ни одной базы данных, которая бы в оптимизаторе учитывала сложную иерархию кэширования. Но она до сих пор используется. Значит, вот, возможно, что что-то есть. У нас конкретно таранта, вот вообще in-memory database, и там IO считать нет смысла, потому что в стопроцентных даунах они всегда представлены в оперативной памяти. То есть вообще все данные всегда есть в оперативной памяти. Это наш принцип. А откликается таранта? Они персистятся. То есть как бы один к одному. На диске все есть, и в оперативной памяти все есть. То есть задача персистентности, задача, так сказать, обработки данных, они вот по-другому решаются. То есть вот то, что мы разбираем, классику, там вот это есть бы дерево, верхушка бы дерева кэшируется, а все остальное не кэшируется, всякая такая фигня. А мы не то что кэшируем, мы просто храним все сразу в оперативной памяти. А если размер будет больше, чем все? Просто говорим, так нельзя, все. То есть мы не принимаем больше данных, чем у нас в оперативной памяти. У нас типичные конфигурации, это где-то 768 гигабайт оперативной памяти на машине и 2 терабайта SSD диски. Вот нам как бы хватает один к одному смапить память, а еще под журналы у нас информация. Вот как бы на сегодня это экономически оправдано в очень большом числе кейсов. Допустим, я не знаю, вот тот же единый реестр налогоплательщиков, если посчитать, то все наше население с 1926 года, там единый реестр населения так называемый, С 1926 года, причем всех мертвых, даже если вгрузить, то это будет там несколько машин. Ну, понятно, что федеральный налогоплательщик может себе позволить несколько машин. А, то есть вот эти вот 700 с чем-то гигабайтов распределяются по нескольким машинам? Нет, это одна машинка, но все-таки там несколько терабайт будет. То есть единый реестр населения — это по несколько терабайт. Вот. И вообще, если посмотрите на развитие баз данных, то баз данных, они очень прикольные. Они как, знаете, история рекордов по бегу на 100 метров только в обратную сторону. Вы знаете, что бег на 100 метров, он сначала прибавлял в своих рекордах очень много. То есть следующий там бегун, он пробегал на секунду быстрее, потом там на несколько десятых секунд быстрее, а сейчас они бьются там чуть ли не за сотой тысячной. То базы данных, наоборот, они, значит, изначально хранили там, средняя баз данных могла хранить, я не знаю, несколько сот мегабайт. Вот там типа там еще 20-30 лет назад несколько сот мегабайт баз данных считалось очень много. Потом мы взяли планку гигабайт, потом мы взяли планку терабайт, сейчас мы берем планку петабайт, да, и десятки петабайт мы уже можем управлять. То есть вопрос не в том, что вы там, знаете, вы умеете печатать вслепую, да, умею, но такая фигня получается. Вот тут как бы базы данных, они не просто, это не файловая система, они не просто хранят там видеоизображение, видеоизображение, музыку, да, то есть они хранят высоко структурированную информацию и обеспечивают к ней высокоинтеллектуальный доступ, да. И для человечества в целом челлендж взять и петабайт данных и обеспечить к нему такой же высокоинтеллектуальный оперативный доступ, как и к сотни мегабайт. Но тем не менее мы берем эти планки. То есть вот поэтому постоянно идет такой круг, что дисковые базы данных, они уходят на следующий там порядок. То есть типичная дисковая база данных, которая сегодня там рассматривается к покупке, и она должна хранить хотя бы петабайтик. А на их смену приходят специализированные базы данных, например, in-memory. То есть мы берем дисковую базу данных предыдущего поколения, загоняем ее в оперативную память и обретаем множество счастья в виде очень быстрого времени ответа, очень простого управления и так далее, стоимости использования. Вот. Поэтому модель важна, модель оптимизатора важна. То есть я к тому, что разные технологии, они строят разные по своей стоимостной модели оптимизатора. То есть типично, когда вот такой вулкан создается, то есть в чем состоит суть плана выполнения запроса? Мы говорим, а вот давайте мы создадим несколько вариантов планов, вот таких вот вулканов. И для каждого оценим его стоимость. Например, количество операций ввода-вывода. Как мы можем здесь оценить количество операций ввода-вывода? Вот такой вот простой запрос. Вообще простой, одна таблица. ВРА больше трех. Как можно оценить количество операций ввода-вывода в этом запросе? У вас уже есть доступ ко всем метаданам. Да. Ну вот как? Мы классические олдскульные ввода-вывода. Оцениваем вот вывод. Вот есть такая токсическая конструкция, которая вам должна быть просто... Вот декларативщина-то наступила, видишь? Пользователь нам не сказал, как нам читать. Мы сами должны придумать оптимальный способ. Еще раз, как вывода больше или больше трех? Ну, смотрите, если у нас есть B-дерево такое, да? B-дерево. Оно у нас устроено фактически... Это, конечно, не отсортированный массив, но, да, то есть... Во-первых, вы знаете, чем B от B-плюс-деревьев отличаются? Вы знаете. Можно по листьям переходить. А, хорошо, такое, B от B-звездочка. Я плюсы-звездочку буду. Звездочка чем? Что такое? По-моему, B-плюс это... А, да, B-плюс это по листьям. Ходите, а B-звездочка? Там половина заполнена. Нет, B-звездочка, она хранит values только в листовых нодах. А в промежуточных нодах она хранит только keys. А если B-плюс-звездочка, то она еще и прошита. Вот так, да? Что удобно, что можно ходить по листьям. Вот на самом деле простых B-деревьев уже никто не использует. Использует B-плюс-звездочка, B-плюс-стар, B-плюс-плюс-стар. Да, и еще там куча всяких блокджека. Поэтому давайте рассмотрим это. Вот здесь у нас, допустим, только ключи. Зачем использовать B-звездочка? Понятно? Зачем здесь оставляют только ключи? А values оставляют только на нижнем уровне. Зачем? Вальюс не читать. Вальюс надо читать каждый раз, когда работаешь с деревом, нужно читать валью. Сначала. Зачем? Сначала ключи. Зачем? Ну там, ключи застой. Ну, есть теоретическая стоимость. Перестраивать проще? Нет. Перестраивать не совсем проще, потому что есть разные операции перестроения. Когда ротация вот этого, вот эта ротация, то тут не совсем то же самое, что ротация, допустим, вот такая. Да? Поэтому оно не проще. Ротация, сплит, она получ... Ну, сплит, он одинаковый, колеска по одинаковый блоков. Ну, давайте. Зачем? Чтобы деревья оптимизировать. Почему бы деревья не бинарные? В первую очередь используются, да? Для того, чтобы снизить количество уровней. Блоки сразу. Чтобы фетчить сразу блоки, да? Зачем нам нужно фетчить сразу блоки? Потому что ио дорогой. Ио уменьшить, когда ио уменьшит. Да, давайте пооценим количество блоков в таком дереве и количество блоков в обычном дереве. Оно такое же, одинаковое? В обычном смысле в B. В B, да. Но здесь чутка будет больше блоков, да? Потому что здесь фактически некоторые ключи, а именно ключи, хранящиеся вот здесь, они хранятся два раза, да? Они сначала хранятся здесь, а потом вместе со значением здесь. Да? А чутка это сколько? Вот какое соотношение вот этого к вот этому в B-дерево? Ну, третий раз приду, еще будет стопить. А лекции часовые буду читать 6 часов. Ну? Ну, больше как минимум на T плюс 1, если это вот это... Уветвление, что ли? Да, там вот это параметр, который дается на... Я не знаю, что такое параметр, но, короче, в B-дереве листья, в каждом блоке у нас не один элемент, а B. Кстати, вообще чумовая история, почему B-дерево называется B-дерево? Я всю жизнь верил и даже прям даже на лекциях рассказывал, что B-дерево называется блок-бейст-дерево, блок-бейст-3, поэтому B. B это блок. Написал об этом статью на Хабре, и какой-то чувак мне сказал, что я глубоко неправ и дал ссылку на видео автора, который это изобрел. И он такой, ну, я не знаю, мы так и сидели в ресторане, пили пиво, не знали, как его назвать. Мы вообще-то работали в Боинге, вроде это было блок-дерево. Мы решили, что, чтобы не было проблем с копирайтом, использовать букву B. Типа, просто пили пиво, решили назвать B. Короче, есть фактор ветвления, у B-дерево. Вот я это имела в виду. Да, вот фактор ветвления, это мы его обозначаем B, буквой B. Фактор ветвления там 20, 30. Развращаемся к нашему вопросу, какое соотношение вот этого и вот этого? Т плюс 1, она должна быть на Т плюс 1, как минимум, нам больше. На? Нет, вот правильно сказали же, но. В Б раз, правильно, потому что у нас здесь, на каждый блок здесь, у нас B блоков здесь. Но плюс есть какой-то небольшой, небольшой еще оверхед, да? Здесь. Ну как, ну у нас же много уровней потенциально. У нас, допустим, фактор ветвления, давайте, вот ребята, вот еще такая история. Когда вы не можете, вам нужно оценить теоретическую задачу, вы не сидите, не тупите, вы берете, выписываете просто вот так вот. Фигак, здесь 1, здесь 3, здесь 9. Правильно же будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Правильно или нет? Вот фактор ветвления 3 взяли, вот B дерево, вполне себе. Да? B дерево нарисовал? Ну посчитали тупо. 9 и 4. Какой вывод? Давайте еще уровень нарисуем. Понятно, что здесь будет 27, да, внизу? 27, а здесь 9 и 4, здесь будет сколько там? 9, 4, 13, 14. 27 против 14, да? Нет, не в два раза. Ну там получается, в порядке, в степени, в количестве уровней, перемещенное. Короче, смотрите. Можно сказать так, что вот давайте по-другому. Давайте возьмем бинарное дерево. Вот здесь какое соотношение будет? Нижний условие к предыдущему. Чуть я много написал. Один к двум. Один к двум, да? Нет, никакая связь с тем, что бинарное. Надо просто считать. Здесь 4, здесь 3. Если сюда дописать 8, то здесь будет 8, а здесь 7. Правильно? Вот еще уровень дорисуем. Здесь будет 8, а здесь 7. Так? В самом нижнем уровне будет 8, а во всех сумме всех предыдущих будет 7. 16. 8 и 7 дает нам 15, а там 16. То есть всегда будет n-1. Это для бинарного дерева. n-1. Мы можем это на самом деле доказать. Тоже. Очень-очень просто можем доказать. Просто приведу, значит, некий... У нас это некий ряд, сумму которого надо посчитать, да? Это ряд n плюс n пополам, плюс n на 4, плюс n на 8, да? Пока мы не дойдем до единички. Так? Берем, делим весь этот ряд на n. У нас получается единица плюс 1, 2, плюс 1, 4, плюс и так далее. Куда этот ряд сходится? 1 плюс 1, 2 плюс 1, 4. К двойке. К двойке, да. Причем, почему он сходится к двойке? Потому что у нас можем так просто нарисовать такой квадратик и сказать, что вот это единица, это 1, 2, это 1, 4, это 1, 8, 1, 16 и так далее. Это все сводится к двойке, короче. Так? Теперь вот у нас есть этот ряд. Значит, понятное дело, что при увеличении, значит, фактора ветвления у нас глубина дерева уменьшается, а на каждом уровне у нас большее число элементов, чем на предыдущих. Соответственно, оно должно тоже уменьшаться. Вот эта сумма, она должна быть меньше, чем n. То есть, чем больше фактор ветвления, тем оно должно быть меньше. Правильно? Да. Соответственно, вообще, если брать на круг, то у нас получается ряд, условно, здесь тоже сходящийся, потому что даже вот этот ряд сходящийся, да, это, грубо говоря, n плюс n поделить на b, плюс n поделить на b квадрат и так далее, да? Вот где-то так. Вот на последнем n элементов, а на всех предыдущих вот этот вот хвостик. Верно? При b, стремящемся к бесконечности, хвостик стремится к нулю. Ну, понятно, да? При b, стремящемся к бесконечности. Но даже при каком-то более-менее разумном b, понятно, что вот этот уровень, что у нас, во-первых, уровней мало, какое-то счетное число, допустим, 5, да? И вот этот вот уже хвост совсем маленький. То есть, грубо в b-дереве на всех предыдущих уровнях, грубо, конечно. Если фактор ветвления 3, это очень-очень грубо, но типичный фактор ветвления 20, 40, да? 100. У нас, как бы, суммарно столько же всего, сколько на этом. Но, грубо говоря, все вот это предыдущее, оно дает нам очень маленький хвостик. То есть, условно, здесь b, здесь n блоков, здесь n на b блоков, суммарно. В 20 раз меньше, например. В 100 раз меньше. Теперь возвращаемся к вопросу, зачем b звездочка деревьев, b плюс звездочка деревьев. В общем, b звездочка, те, которые хранят... Только ключи в промежуточных блоках. А в листьях хранят только... в листьях хранят значения. То есть, и еще они прошиты. То есть, вот эта вот история с прошивкой. А это уже плюс? Значит, плюсик отвечает за прошивку, а звездочка отвечает за хранение в листиках. Зачем нужно хранить только в листиках? А что, считывая большая недолгая? Мы всегда считываем b блоком. Размер блоков в дереве одинаковый. Ну, а так считаете, b блок, киева блок, киева блок, б б блок. Вот я не догнал сейчас. Просто не понял мысли. Ну, вы считываете какую-то границу таких ключей, которые у вас в дереве появились? Смотрите, размер блока одинаковый. Вот этот блок по размеру равен вот этому блоку. А вот этот блок по размеру равен вот этому блоку. Здесь мы храним значение, здесь мы храним ключи. Что это нам дает? Нам память, да, может записать тот, который ключик там? Прикольная тема, но если ротация, то все равно придется. У нас ключ меньше? Между при стечении или при записи? Ну, в каком-то случае. Не надо, наверное. Ну, вот мы же хотим работать с информацией, а не с ключами. Так, со значениями. Давай не пользуйтесь словом информацией, потому что... Да, со значениями, а с ключами. Ну, а мы знаем, что значения будут только в самых низких. То есть, значит, там, где ключи, мы как-то их можем... Ну, как-то... Ну, да, но я не вижу профита особо. Все равно их нужно ввечать в память, чтобы найти значение. Ненависть. Ну, начало сознаваться, да? Ну, смотри, здесь, короче, смотрите, блоки одинаковый размер имеют, да? Размер, в смысле? То есть... Все блоки имеют одинаковый размер, допустим, 4 килобайта, 8 килобайт, так? Да, да. Ну, а вот у нас ключ легче, чем значение? Так, тепло, ну... Значит, вот это то, что внизу, оно тяжелее, чем... А легче и тяжелее, наверное, больше и меньше, все-таки, более справедливо. Как бы легче, это в граммах в чем? Больше и меньше, да, в байтах, да. В байтах. Значение у нас тяжелее ключа, да? Значение... Как правило. Значение с ключом явно больше, чем просто ключ. Так, и чаще всего значение, если мы посмотрим в революционную таблицу, то там ключом может являться число, строка, а значением является вся революционная строка целиком. Кортеж. Но кортеж явно больше, чем одно поле в кортеже. Так, и? Это правильное наблюдение. Ну, мы там так, получается, только с ключами будем. Так, и? Ну, и нам какую-то феркушку надо было почитать. Понятно? И? Ну, это... Ну, то есть, нам меньше, получается, надо было почитать. Почему? Как идите? Я понял, если вы делаете по какому-то определенному блоку, то, ну, так вы говорите, если вам весь кортежный... Не-не-не, давайте это вообще забуду про это, Александр. Я делаю equals. Вообще, у меня point select, так называемый. Point query — это выбирает одну точку во множестве. Точку point. Equals 3. Я делаю запрошь такой. Как, чем он лучше в Б-звездочка-дереве? В Б-звездочка-дереве? Чем он лучше? Почему он лучше, быстрее будет отрабатывать? Реально быстрее. Много быстрее. С точки зрения ввода-вывода. Все правильно. Ключи меньше. Следовательно. Ключи меньше. Блоки имеют тот же самый размер. Следовательно. Ключи больше, что поместится? Больше ключей помещается в блок. Следовательно. Меньше раз надо прочитать. Нет. Больше ключей, следовательно. Сколько уровней в Б-дереве? Сколько уровней в дереве? Как определить глубину дерева? Логарифм. Логарифм. По какому основанию? Букву про байт. По? Абаксы. Ну, Б в данном случае это размер блока. А в чем он вычисляется, Б? Ну, в чем он? Он в байтах мерит, если что-то еще. Б. Количество ключей. Количество ключей. Так. Ну. Если мы в промежуточных блоках храним больше ключей, то меньше высота. Основание логарифма больше. Еще больше. То есть мы можем в стандартном Б-дереве сохранить 20 пар ключ-значений. А если мы выбираем значение, у нас эта величина уходит до 100, допустим, доходит. Понимаете? Вплоть до того, что мы можем вот эту штуку сделать такой маленькой, компактной, чтобы полностью поместить ее в оперативную память. У нас, фактически, будет двухуровневое дерево. У нас количество уровней уменьшится до двух. Если мы храним это... Ну, это вырожденный случай, да? Но даже есть для этого вырожденного случая специальная структура данных двухуровневой деревень. Это как бы такие Б-деревья, которые прямо явно различают блоки и ключи. Данные и ключи. То есть самое главное — фактор ветвления. Нам его желательно максимизировать. Очень желательно. То есть, я не знаю, с учетом тех цифр, которых мы можем на практике добиться, это логарифм по основанию 20, логарифм по основанию 100. Это просто прямо... Давайте посчитаем реальные цифры. Это мне надо сделать. У кого лаптоп не открыть, зайдите в онлайн-калькулятор, посчитайте логарифм. В несколько раз уменьшится глубина. Но не в несколько, в несколько не может уменьшиться. Но на 2-3 уровня точно. То есть у нас фактически каждый фич с диска будет на 2-3 ИО меньше. Каждый фич. Возвращаемся к этому вопросу. У нас есть вот такое дерево уже. Оно хранит, значит, здесь значения. При этом есть прикольные свойства у него, что если на него смотреть вот так вот, слева направо, то все значения будут упорядочены в нем. Мы что делаем? Мы находим значение 3. Оно где-то здесь будет сидеть. И фигачим вот так вот по блокам. И таким образом вычисляем запрос больше и равно 3. Но теперь мы возвращаемся к нашему вопросу, как понять, сколько блоков зафечит вон тот запрос. Что нам не хватает еще? Мы можем понять, сколько здесь блоков? Вот здесь. Откуда? По количеству ключей. На самом деле мы не всегда знаем количество ключей в дерево. Это достаточно сложно мейнтейнить. Мы даже если знаем количество ключей в дерево, мы не знаем, как конкретно, где находится конкретно тройка. Мы же не знаем распределение данных. Да? Или знаем? Ну, что молчите? Знаем или не знаем? Простой же вопрос. Чтобы знать, что нужно. Мы можем узнать. Откуда? Можем сначала просто тройку достать. Так. И тогда мы узнаем, где она. Ну, как мы узнаем, где она? То есть вот мы отсюда пошли сюда. Ну, то есть, да, мы можем сказать, что если мы здесь выбрали там, допустим, катый ключ, то стройка где-то находится. Можем так подумать. То есть это там, типа, вот здесь всего 100 ключей. Мы выбрали 33-й, значит, стройка находится на 33% примерно. Есть множество других способов. Можно сохранить мины макс для каждого. То есть здесь мы храним мины макс. Мы можем хранить гистограмму для дерева. Тоже отдельно. Значит, такое гистограмма. Значит, можем даже ничего не хранять, сделать несколько просто рандомных нырков вправо-влево. То есть, типа, давайте мы, там, возьмем, там, вот сюда нырнем просто по рандому и поймем, насколько далеко оно отстоит от тройки. Понятно, да? И таким образом оценить количество блоков. Оценить. Окей, то есть мы знаем количество блоков в этом дереве. Так. А теперь мы фечим B. То есть мы из другого дерева должны зафечить. Сколько у нас суммарно? То есть здесь, допустим, всего в дереве, там, 100 блоков. Где-то тройка в 33%. Значит, мы там знаем, что мы отсюда где-то 70 зафечим. А еще мы должны зафечить из праймерики. Так? Сколько блоков мы зафечим из праймерики? Ну, давайте, давайте, рассуждайте. Сфигали. Как мы ходим в праймерики? По ключу. По ключу. Когда мы фечим по ключу из праймерики, сколько мы блоков фечим? По динаму. Да ладно. По глубине дерева. Так. Для каждого ключа мы фечим логарифм блоков. Так? Теперь. Сколько ключей мы фечим? 70%. Ну, 70% блоков. То есть нам теперь нужно оценить количество ключей. Это отдельная задача. Сколько данных у нас? Дистинкт данных. То есть вот этот вот простой запрос умножает 70 плюс блоков на индекс скан плюс количество элементов в результате этого индекс скана, допустим, там 100 миллионов или 100 тысяч, я не знаю, умножить на логарифм. Вот так этот простой запрос будет работать. Так? А сколько у нас там элементов больше тройки? Может быть до хрена просто. И на каждый элемент мы должны зафечить из праймерики. Что-то как-то не круто. Что мы можем сделать? Мы можем, во-первых, сравнить эту тему с фуллсканом по праймерики. Если в праймерики, если здесь 70 во вторичном ключе, то в праймерики, ну, 100 точнее, то в праймерики, ну, допустим, с 1000, да? Если мы сделаем фуллскан по праймерики и уже фильтрацию в памяти и не будем индекс использовать, то это гораздо круче. Так? Ну, вообще, если индекс дает, получается, 70, это невыгодно. Ну, индексы же используются, когда довольно уникальные значения ищутся. То есть реально нам имеет смысл, короче, сделать вот такой запрос использовать через индекс, вычислять, а вот такой запрос уже через фуллскан, да? И, но решение об этом мы можем принять только посчитав. То есть если у нас там A in, там, 3, 5, 7, и дальше большой список, или здесь какой-то разверсистый вверх клаузы, то нам нужно, блин, считать, мы делаем disjunct или conjunct, да? И для каждого элемента в disjunct мы считаем его selectivity, так называемый, да? Понимаете? Вот так работает оценка. Теперь давайте посмотрим на такой запрос. У меня просто нет уверенности, что вы понимаете, как он работает. Но, в общем-то, это центральная тема, собственно, лекции. Select. Просто для людей, которые знают, как работает сиквел, мне достаточно бывало, ну, вот если вы посмотрите на видос, то, кстати, непонятно, почему вопрос у меня возникло вообще, потому что я же там про это говорю. Как работает join-оптимизатор, да? Select, там, a, b from t1, t2, t2, where t1.pk equals t2, fk, and t2, c equals, ну, допустим, 3, and t1, d equals 4. При этом мы знаем, что c и d содержат потенциально неуникальные значения. То есть, понятно, что первичный ключ должен быть уникален, каждое значение таблицы из первичного ключа должен быть уникален, но не все же атрибуты уникальны, понимаете, да? Соответственно, вот это вот, пусть вас не путают, это не уникально. Как мы можем выполнить такой запрос? Ну, то есть, понятно, что у нас здесь есть некое три критерия, да? Во-первых, строки в t1, t1 и t2 должны, как бы, это так называемый equi-join, да? Equi-join — это join двух таблиц по какому-то критерию равенства, эквивалентности. И в данном случае equi-join использует первичный ключ. То есть, фактически он говорит, что меня интересуют только те строки из t2, для которых есть строка в t1, да? Вот. Во-вторых, он еще добавляет некие ограничения. Как мы можем просто в лоб выполнить этот запрос? Просто вот без всяких оптимизаций. Запустить, подсказок, запустить fullscan по t1. Так? Запустили fullscan по t1, потом что сделали? Нашли строку первую, которая удовлетворяет нашему критерию поиска. Какую? Да, вот эту, первая. Что для нее сделали, для этой строки? Подставили ее в запрос предыдущий, который я разбирал, как константу. И выполнили этот запрос. Понимаете? То есть, любой join можно по нескольким таблицам, можно выполнить как? Найдя первое значение из первой таблицы, подставив его как константу, и выполнив join, и выполнив select по второй таблице. Понятно? Нет? Ну что непонятно? Вот у нас есть две таблицы, они участвуют в запросе, так? Нам нужно найти только те строки, которые удовлетворяют определенному критерию поиска, который описан здесь. Это строки из обеих таблиц, да? Да, это понятно. Вот мы нашли строку, которая удовлетворяет условию T1. D. Да, мы нашли эту строку, мы ее видим всю, в том числе видим значение, например, pk для этой строки конкретной. Оно у нас превращается в константу, да? И мы весь запрос, мы берем, говорим, что мы делаем запрос теперь по t2, сюда подставляем эту константу, то есть у нас t2fk равно этой константе, t2c равно 3. Ну, а это нерелевантно, потому что она по T1, критерия поиска. Выполняем этот запрос, находим все строки, удовлетворяющие этому запросу, и выдаем их пользователю. И это те строки, которые удовлетворяют критериям поиска на обе таблицы. Но не очень. Да, но пока непонятно. Но не хочешь формулировать, что именно. Вас тут 4 человека, ребята, чего стесняться? Ну, почему мы не можем найти t1 все, которые у 4, найти тут 2, все, которые у 3, а дальше там будут joining, те, которые t1? А где ты будешь промежусь, результат хранить? Этот план возможно. Это называется execution using temporary table. Да, это возможно. Но тебе тогда нужно оценить, сколько у тебя будет. У тебя потенциально может быть промежусь результат конский. То есть тут вопрос. Значит, что ты делаешь? Ты больше времени тратишь, или у тебя больше проживочная память? Ок. То есть в лоб у нас получается, это так называемое декартовое произведение в лоб. Это 2 fullscana. То есть это не то, что 2 fullscana, это не 2 fullscana, это 1 fullscan умножить на fullscan для каждой строки из первого fullscana. Понятно, что это как-то для таблицы понятно. Понятно, да? Ну вот оно выражается, а под капотом там еще могут быть еще другие вещи. Значит, теперь, что мы можем по этому поводу поменять? Как мы можем это изменить? Избавиться от fullscana? Ну, индексы избавляют от fullscana. Это мантра. А теперь мы эту мантру, как реализуем, продумываем, как она реально может работать. Вот запрос. Как индексы здесь помогут избавиться от fullscana? Так. И что мы делаем дальше? Как он нам помогает? Какой у нас план выполнения такой конструкции? То же самое, только мы находим. Ну, по индексу находим определенное значение. Давай помедленнее. Значит, с какой таблицы мы начинаем? С тадим. С тадим. Так. У нас же не даром 4, а если у нас T1, праймлики, и два праймлики, это индексы, то у нас нет. Нет, это FK. Ну, допустим, тут FK индекс. Так. То есть у нас fullscan только по T1, да? А по фореньке у нас уже индекс. access. Да. То есть, смотрите, в обоих случаях у нас есть некий цикл. Для у цикл состоит так, что есть набор вложенных форов. фор, фор, и если тут будет T3, тут будет тоже некий фор, да? В случае, если у нас fullscan, то вот это, так называем, самая первая таблица, по которой мы начинаем итерацию. Так. Для каждой строки, которая нам вот этот цикл вернет, мы проворачиваем вот этот цикл. А, не, наоборот, мы берем отсюда фетчем, отсюда, sorry, sorry, наоборот, забудьте. Значит, вот у нас здесь T1, rows in T1, for rows in T2, и здесь если T3, то rows in T3, да? Понятно? То есть вот эта штука конструкции называется nested loop. Удивительное название, странным образом подходящее тому, что я написал. Значит, теперь в этом nested loop, если у нас используется на каждом этапе full scan, то мы получаем декартовое произведение всего, да? Для того, чтобы сократить произведение, нам нужно уменьшить количество строк, которые генерирует каждый вложенный цикл. Так? Теперь обратите внимание на вот то, каким образом именно выполняется вот этот цикл, называется access method. То есть индекс либо scan, как примитивно. Skip scan. У нас мы перебрали три, четыре уже мы с вами принципиальные стратегии перебора разобрали. Это индекс scan, full scan, skip scan и temporary table. Временная таблица. Да? Создание временной таблицы для какого-то результата. Temporary table было сейчас отдельно. Сейчас вот эту вот всю историю немного ломает. А skip scan получается full scan кроме того, что вот skip scan это несколько нырков в индекс. Full scan будет по всему бежать. Значит, причем это не такие не устоявшиеся названия. Я использую myscoil название, потому что я работал в myscoil и у меня до сих пор отложилось. Значит, какие у нас стратегии уменьшения вот этого декартового произведения? Сделать так, чтобы вот эта штука выдавала меньше, но смотрите, вот эта конкретная штука, она может еще почему выдавать меньше. А что если мы применим вот этот критерий фильтрации? Да, то есть мы с вами пока что рассматривали только то, что какой мы драйвер выберем и какой драйвер будет индекс, а теперь можем сказать, что вот есть еще вариант, что мы даже запустим full scan, но у нас здесь какой-то допустим здесь в таблице нет ни одного значения равного четырем, как пример. Может быть у нас есть такие сакральные знания, что в этой таблице нет ни одного значения равного четырем. Самая оптимальная стратегия выбрать эту таблицу, узнать, что в ней нет этого значения убедиться в этом и на этом прекратить эту вакханалию, да? Соответственно, вот это все дает нам некое пространство вариантов, так? Значит, смотрите, какое пространство вариантов. Первое, это в каком порядке выбрать таблицы. Мы можем, если у нас две таблицы, сначала поставить t1, потом t2, если, или наоборот, если три таблицы, то сколько у нас таких вариантов? c из n по одному, n факториал, о чем вы говорите? Комбинаторика. Как это пишите? Я уже не помню. n1, или вот так, или наоборот, n1. Короче, у нас для каждого, представьте, здесь таблиц 10. Сколько у нас вариантов перебора? Вариантов их подстановки? 10 таблиц, сколько вариантов формирования этого цикла? Мы зафиксировали одну таблицу вверху, для каждой таблицы вверху у нас остается там куча вариантов для этого самого. Таких фиксаций у нас 9, то есть у нас 9 умножить на 8, умножить на 7, умножить на 6, понимаете? n факториал с какой скоростью растет? Ну, как экспоненты, по-моему, с той же скорости. быстрее? Быстрее? Окей, короче, мораль в чем? У нас пространство перебора n факториал. Наша задача перебрать все это пространство и найти наиболее выгодный вариант. Сейчас мы отдельно разберем, почему разные варианты могут быть выгодными. Но принципиально какая-то задача. Друзья, у вас теория сложности была? У вас не было, наверное, да? n-p полная задача. Это n-p полная задача, которая решается в лоб только перебором. Она на самом деле эквивалентна задачи упаковки рюкзака. Она эквивалентна задачи в конвизоры. Сейчас, по-моему, доказывают, что все n-p полные задачи трансформируются в задачи конвизоров. Так или иначе. То есть, блин, для того, чтобы вменяемо ответить на этот вопрос, нам нужно решить n-p полную задачу с конской скоростью стоимости решения. Что делать? Как ее решать? Какие методы решения n-p полных задач вы знаете? Понятно. Жадный алгоритм? Окей. Вот всем отдельно, кто не знает, коллег, друзьям все сфака, разобраться, что такое жадный алгоритм. Вот это центральное место оптимизатора. Теперь давайте разберем, значит, почему здесь имеет смысл ставить таблицы в разных порядках в целом. Почему вообще нужно перебирать? Почему не всегда начинает с той таблицы, которая указана здесь первой? Ну да, потому что у нас критерии фильтрации есть, то есть какой-то из критериев может быть высокоселективным, соответственно, наверх будет пробиваться меньший ручеек. Если у нас здесь наверх пробивается очень большой ручеек, просто все строки из нижней таблицы прилетают наверх, то у нас количество итераций тоже потенциально очень большое. наша задача наиболее селективные таблицы, в которых мы знаем, что будет маленький фильтр, мы же фильтр можем уже внутри, часть фильтров можем опустить вниз, то есть мы применяем не на самом верху, мы каждый фильтр из этих мы бьем и присобачиваем к каждому циклу отдельно, то есть вот этот фильтр на тиван мы оставляем здесь, а фильтр на титу опускается сюда, потому что у нас все информации для фильтрации есть, верно? Вот за счет этого имеет смысл перебирать, то есть в зависимости от селективности каждого из результатов поиска. Да, и вот собственно этот слайд. Так, дальнейшее, после того, как мы поняли, в каком режиме мы работаем, следующая задача уже начать это чтение. Есть опять же центральная теорема, но уже другую область использующаяся в базах данных, это управление транзакциями, которое говорит о том, что для того, чтобы обеспечить консистентность выполнения транзакции, что это такое мы отдельно должны будем разобрать, что такое консистентность в принципе. Нам нужно захватить блокировки, чаще всего блокировки, ну, например, можно захватить на таблицу целиком, либо на конкретно те строки, которые мы читаем. Захватили блокировки, значит, прочитали, блокировки нужно сохранять до конца транзакции. Это основная формулировка так называемая 2PL-теорема, мы ее будем разбирать, вы ее будете разбирать с Гошей, как она устроена, как блокировки работают, почему это обеспечивает консистентность. Вот, значит, захватили, после этого мы просто уже, значит, запускаем это программное выполнение. Да, мы разобрали select, теперь у нас есть insert, update, delete. В случае insert, update и delete, мы знаем, что есть принцип атомарности транзакции, то есть все транзакции должны, все изменения транзакции должны целиком примениться, либо нет. Соответственно, у нас еще появляется вот такая вот часть выполнения, это введение журнала отката. Давайте теперь посмотрим на эту схему целиком. Значит, к нам прилетел запрос. Если этот запрос на определение схемы, у нас запускается компилятор так называемого DDL, он заходит в execution engine и создает мета-данные, то есть информацию создает фактически B-деревья к заголовке и записывает системный каталог, который тоже представляет просто обычную революционную таблицу чаще всего. То есть информация о революционных таблицах в базе данных хранится в революционной таблице. Ну, принцип bootstrap'а, то есть как root-блок веб-файловой системе, который содержит информацию обо всех остальных блоках. Также в базе данных чаще всего используется какое-то уже существующее B-дерево, которое хранит информацию обо всех остальных B-деревьях. Идея понятна, да? Соответственно, вот если мы создаем новые таблицы или удаляем, мы работаем с этим B-деревом, это трансформируется в операции с этим B-деревом. У нас фаза чтения. Значит, вот этот execution engine соответственно выполняет вот подобного робота вулкан. Вулкан содержит несколько стадий фильтрации, либо это будет что-то объединенное с nested loop, да? То есть nested loop тоже легко представим в виде вулкана. То есть каждый блок nested loop его можно представить как часть вулкана. Понятно, да? Вот это execution engine execution engine взаимодействует с так называемым с индекс менеджером или файл менеджером, который уже читает нужные данные для него, да? То есть здесь API из серии «А дай мне строку под такому-то первичному или вторичному ключу». Вот этот менеджер, он и второе взаимодействие значит идет ну здесь не очень корректно потому что где locked менеджер? Ну вот execution менеджер он в свою очередь еще взаимодействует с locked таблицей блокировок. Таблица блокировок глобально она содержит блокировки всех выполняющихся в данный момент транзакций запросов. Ну и транзакций в том числе. И вся эта система в целом это concurrency контроль то есть у него lock table это часть она намного больше делает мы это разберем. Если запрос модифицирующий то в подсистему журналирования он пишет специальные записи которые позволяют убрать из базы данных из этих бодерей все его эффекты мы тоже будем отдельно подсистему журналирования разбирать как откат работает в целом. Дальше соответственно зачем нужно вот эти два две истории отдельные потому что база данных чаще всего реализует свой кэш вот кэш заголовка бы дерево кэш записи на диск и так далее поэтому есть отдельная структура которая управляет просто всеми буферами вот эта часть она уже работает с уровнем просто свободного места локация делокация блоков обеспечение консистентной записи блоков на диск и так далее появляется и взаимодействие кэша то есть вот в принципе кэш и сторож менеджер и буфер менеджер они имеют примерно одинаковые api дай мне блок значит запиши блок только это работает с оперативной памятью это работает напрямую с диском то есть как бы writeback кэш write-through write-back кэш вот так устроен классический дейтабэйс энджин теперь забудьте все это да значит современные субэдэ устроены ну вообще не так то есть конкретно тарантул например устроен ну вообще не так mysql postgres oracle очень похоже устроено примерно вот так и это не распределенная часть еще у нас будет часть курса посвященная распределенным субэдэ когда вот таких вот кусочков у нас еще куча и нам нужно координировать транзакции в распределенной системе маршрутизировать запросы когда данные по ним разделены собирать с кучи узлов данные воедино и тому подобное что делать вот примерно этому посвящен курс ок ну что все на сегодня все можем отдельно встретиться и обсудить как современные субэдэ могут быть устроены в целом у нас например вот это есть но очень примитивное это есть этого нету вообще это устроено по append-only принципу то есть тоже считай нету execution engine есть да то есть вот эти все части есть del compiler есть но вот очень многое поменялось у вас же были lsm деревья или еще не было lsm деревья нет да 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 но вы уже все позабывали да то есть начнем с того что уже они не блок ориентированные то есть вот все что я вам рассказал про блоки про стоимость ввода-вывода в блоках да оно уже не применимо для lsm хранится в оперативной памяти это тогда главное на чем строилось это на снижении input-output оно теряется ну смысл всех этих баз данных ну снизить количество доступа нет 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 ребят смыслов очень много базы данных в первую очередь это главный смысл это все-таки это принципы ACID да вот если центральным принципом баз данных это atomicity consistency isolation durability вот это основной смысл то есть это durability обеспечить durability потому что файловая система такого durability не дает как дает базы данных да если вы храните данные просто файловой системой у вас сгорел комп досвидос база данных вам дает надежность хранения за счет распределенного хранения за счет журнала она переживает corruption диска она переживает значит выход диска из строя целиком выход компьютера из строя целиком отказ по питанию ну большинство современных файловых систем они тоже многие из этих вещей да дальше она обеспечивает вам consistency то есть файловая система на другом уровне обеспечивает consistency там на уровне отдельного файла а база данных обеспечивает consistency информации то есть консистентность вы можете определить определенные ограничения да строгая типизация взаимосвязанность данных что у вас в одной таблице могут содержаться то есть грубо говоря у каждого отца у каждого ребенка есть отец ну например да в графовых структурах данных у каждого сотрудника есть руководитель сумма остатков по значит там вот классический пример знаете есть такая значит вы представляете вы храните базу данных какого-нибудь завода который перерабатывает одно одни значит ресурсов другие но вот у вас например сумма масс должна совпадать масса привезенного на завод сырого материала масса готовой продукции и масса там каких-то этих самых ну от мусора шлама там остатков и так далее да вот база данных вам может какие-то такие вещи обеспечить это консистенция дальше isolation с файловыми системами вы работаете чаще всего как-то все-таки ну это высоко структурированные данные в базе данных хранятся они обеспечивают доступ к высоко структурированным данным изолированным да атомарность работа по принципу все и не ничего невозможно без этого написать более-менее сложной программы потому что программист но он не способен думать о том а что произойдет если моя программа сломается посередине вот ну как бы но способен конечно это все усложняет вот вы делаете банковскую проводку классический пример да что произойдет если моя программа аварийно завершится в середине проводки зачем вам об этом думать вы используете базу данных и она откатит транзакцию целиком вот это основные цели все-таки хотя можно еще шире посмотреть зачем нужны базы данных ну то есть но не для того, чтобы оптимизировать. Оптимизация — это вообще есть слайд-автор с Monty, автор MySQL, с ребятами из Postgres, когда общаешься, они достаточно доступные люди, они есть на всех конференциях и так далее. С ними можно увидеться, спросить их мнение. Они считают, что основное назначение все-таки — это простота, то есть упростить человеку работать с информацией. Вот задача базы данных.